сеть привет с вами с вами авария мы продолжаем бесконечное лето мод последнее лето часть 11 мы останемся на том что наконец-то закончили первую главу скоро начнется глава 2 начнем вашего поискаждения миллионам раз лагеря на тропами для него здесь не осталось других троп пошел по направлению домика утопающих кустах сирени она бесшумности меня за ним она он уже привык к ее не слышать шаган он уже привык к тому что она почти всегда была где-то у него за спиной он уже привык к тому что их практически никто никогда не замечал сегодня было исключением было ли это неостороженностью и ошибкой или же может быть намеренным допущением это он сам не знал это для него более и не имело значения но что-то неприятное но он все же ощутил когда же волосы хулиганка в ужасе скрылся на те тоннели и двойник она заметил их силуэты выберется ли она оттуда теперь она весь осталась там совсем одна он отгонал от себя эти мысли они не имели значение они не как внутри домика однако все оказалось не так просто вожата стоя посреди комнаты явно готовился к долгой беседе и скорее к разбору полетов извозишь объясниться и почему-то не в форме не сегодня сегодня я бы предпочтел чтобы вы оставили меня одного мне нужно немного побыть в одиночестве я ладно вожата вопреки собственным изначальным намерением покинул домик он уже взобрался с ногами на кровать и уселся в позу волоса она все так же без шума проникла внутрь домика улеглась рядом с ним уронив голову на колени о чем ты думаешь он промолчал вечно ты молчишь обиделась она ты знаешь о чем я думаю сожалеешь но в тишина становится его ответа нет одним губами отвечать через какое-то время он не ушка дернулся на телу ловив его шепот мы делаем то что должны мы выигрываем время что вы какое время даете ему выигрывать ощущение реальности происходящий не покидал меня казалось сейчас я не мог на миг закрою глаза потом открою их и снова окружусь в зеленочке папа так стоять это странность ладно это кажется его мысли заправили свои девочки те самые из лагеря но мне как будто бы что-то изменилось вот так получается что у нас каждый был только один мир аутеев было много потому поняли что если они связаны только ты как поняли то есть вот то есть ты которая заявила что кто может с ней уже давно давно да очень странный тим война какой-то сказали мне укладывать мне в голове я сейчас сам не могу уложить куда ты попал мы здесь здесь снова вместе но это другие мы настоящее это сейчас это реально же стиле в этом в интернативном часме и сколько удивительно огромный рой может играть одно единственное мгновение одно лишь мгновение одно лишь мгновение и я уже не в лагере не чувствуется не видно и не паранормального образа а ночью не не я учусь она а ночью мгновение и я уже встречаю себя на пороге подзрослевших может так хорошо знакомых мне девочек одно лишь мгновение и вот мы уютно низко это возможно устроились на моем основата кухня обсуждаем происхождение ну то как лагерь изменил нас еще спустим мгновение мы прощаемся друг с другом столь на той же самой остановке где я покинул свой мир но теперь я наконец вернулся нет мы вернулись много много успела произойти с тех самых пор а может быть не так только кажется казалось бы все безумные приключения остались позади в прошлом как же я тогда ошибался ничего не закончилось я это понял как только заметил его бездонный взор направлен направлен в мою сторону но начался не с него а сообщение в мессенджере привет как поживаешь неизвестный контакт пара ни к чему не обвязывающих вас а затем вспоминаешь про лагерь то это ты чата я кто это все символы набираем и вообще не бегает по экрану пока замиранием сердца жду ответа почему-то я уж тогда был уверен что это вовсе не одна из девочек мы еще не знакомы лично по крайней мере в любом случае чем обязан пишу я в ответ выгляни в окно почему это слушай почему-то я уже знаю куда должен смотреть и даже что я там должен увидеть небольшой островок лето погруженным царевшим на улице зимы островок где юнитицы свист пионерской магии савенок и теперь нежность недоумения облидают за внезапно сникшим на горизонте города я даже очень руками хватаясь за мобильник грехорадочно соображать чей же номер набрать плена ее окна выходит в ту же ту в эту же сторону вспоминая перенесет вспоминание на месяц назад когда мы решили совместно отпраздновать наступление нового года видел это ее был даже смен чему-то происходит спрашивает она мечеть не плачем великолепно неведомость виде великом и неведомости я покидаю квартиру оказывается в объятии зимы сам не знаю что именно я хочу найти но нахожу я его мастер холод кажется не обжигает его кожи прикрыты лишь черной рубашкой улице знакомыми и я понимаю что на меня смотрит моя собственно лицо то самое все которое носил лет это 17 то самое лицо которое носил во всем своего пребывания в лагере он говорит что не будет ни к чему меня принуждать но выбор свои дождь я должен буду сделать сейчас кто как вы верят мне рассыпается в прах я отвечаю что я не понимаю семена это реально скопка и условно она всыпается на части как и многие другие он говорит мне это и еще многое такое от чем моя голова идет кругом я не хочу ему верить не хочу верить ни единого его слову не понимаю что цена моего неверия может быть слишком высока я понимаю что передо мной стоит гостей из крока и отвечаю на вопросы она может пройти она может пройти с нами умолчить смотрит в эту сторону и затем едва заметно утвердить не кивает кто она мы бежали бежали из последних сил так бежал бежит человек отчаянно цепляющий за жизнь зачем с кем бежит к вон взял обречу на человек который знает что ему уже не спастись но все равно борется с неизбежность судьбой я сразу закрыл за собой тяжелую метрическую дверь что происходит не знаю насколько глубоко это был уменьшится способная она выдержать ядерный зыр сейчас нам больше негде справиться она как-то жалую руку не бойся с потолка усыпалась штукатурка стены трястись я приготовился к лучшему хотя смерть это такая вещь которой никогда нельзя быть готовым но вдруг на студии уполнена тишина которая словно извините зимнего в ушах пугая еще больше чем в любом про прощаться наверное она слух его и кто это не хотел ее хоть как-то утешить но понимал что ничего сделать не смогу да знаешь я она не спит договорить ее перебил не прибивает голос за мной кто ты бездумно взял очень старый класс портящий молодой лицо направляется на меня не ты только она ужасный грохот барабаны и перепонки со мной разорвались кажется мне придавило грохнувшим потолком но боли я не почувствовал лишь хотелось не отпускать ее руку я снова тушил спичку но уйти строгий не успел бежавший точнее бежавший врезался прямо в меня заставив довольно болезненно щёпнуться на пол сжимаем в обеде второго узника этих теннелей последним в сполохе фонаря я заметил очень знакомые зеленые пластики мику она меня не узнала начала молить кулачком и тихонько пусти пусти мику это я она замерла не зажег спичку так что же что происходит у меня щас голодит кругом я не понимаю чё происходит повторяет это кажется убийцы как это происходит в разные моменты да это точно мику и она села свои снегов мира только смертельно напугана убедить что это я мику бросил снег на грудь не начало тихонько сликать не обуви и помогли по голове все все успокойся я теперь с тобой тысла с тобой ничего не сделали мата отгоня открывать от меня это главное тоже церкви почти гола только болит и нога и снеги да мы оба были в порядке но ситуация смогла измениться в любой момент зачем он смех убежал что ли я не понимаю сейчас тут слишком очень странный странный момент происходит как вот мы так главный мир мы идем не знаю что сейчас происходит все меняется вверх но тут наказались в городе тем кого-то взяли побежали от кого именно написано здесь мы встречаем мику тупая не оба мне кажется что он взял мику и не под моим бомбоубежище у меня такое чувство час но ситуация смогла измениться в любой момент она была все ближе мы бежим вперед прорываясь сквозь все все пронизывающий мрак шахты она где-то позади нас внезапно слышу волос стоять но обращен он кажется не к нам это был явленный кошмар не дающий немалейший шанс пробудиться я запаниковал иначе метаться по странам пытаясь найти обратную дорогу однако постоянно натыкаился на стену и совершенно не мог вспомнить как попал сюда что 7 заблудился ну да это тот момент и запрещено димот который помните где-то попадаешь от оригинал бесконечного лета рут мику это как не как получается сценарий вот один сценарий было я статусом вернулся и увидел лену держащую в руке фанкел и лица была обезображена нечеловеческой гримасой а я вот за тобой и пришла это бы та же лена что вечером на площади даже что в домике ульга дмитриевна это была лена но в то же время и не лена это существо больше напоминал мне тех ульян а я затапываю ты кто ты выдавил я себя лена разве не узнаешь она заливалась диявость и смехом пока шаш не крутил с ним уже и забыла обо мне и чем глина бросается на меня от свет факел приходит на ее ноже в этих бликах не чудится черти выплясывающий свой танцы маккабар где-то в преисподней чем глине резио ландится мой путь ничего не происходит нет чудовища это неведомо мне образом вдруг обратилась лена вместо него в темноте и замечание ясно своего человека кажется он был одет черную рубашку мастер что-то сделает что-то он изменяет тема в лесу ночной лес но их принимает меня в свои объятия почему-то все всякий раз как я о нем думаю мне хочется добавить местоимение местоимение мой почему-то для меня это никогда не был просто лес один из миллионов лесов что расплатил зеленым маховым одеялом на поверхность земного шара это был мой лес вообще не потому что он якобы принадлежал мне а потому какие ощущения он во мне пробуждал почему-то именно здесь я ощущал себе как никогда ранее свободной впрочем едва ли уместный будет говорить о свободной моей ситуации славя а крипту мне знак а мать и славяя я не заметил что там это же там пока по-женски говорится но мы еще за славе то есть а я еще за савы заставить откинули на знакомый голос почему-то был уверен что тебя тут увижу алиска я делаю риски шаг в ее сторону она в мою мы заключаем друг друга в объятии я сразу я узнала сразу понят что это наша алиса одна из нас одна из библия на не ожидал что ты здесь что ты сегодня здесь будешь а если пожимать речами а я почему-то был уверен что встреча тут а еще кто из наших будет я не вижу печенька чай давай больше никого не осталось параллельно я слышал а ульяна а если ты чай в блескому столицу уголка глаз так хорошо заметно все эти находящие поэтому я здесь значит веришь ему они стоят раздается и насмешиваю голос со стене деревьев ты-ты-ты чертенок я не раскачивался я знаю как он ненавидит это прозвище собственно почему не удивляюсь такое мероприятие не могло пройти без тебя вещи школа для удивления я дам его тебе там будет ли она которая та самая у вас в один глаз в одну точку крутит уиска пукается думаю уже сейчас ты можешь начать понимать о чем тогда пойдет речь с чем ты вообще об этом говоришь просто имея некоторых склонность забегать вперед вот и беги дальше девком голове оказывал в сторону где среди ночных теней танцуют сполохи пламени покачал он уходит прочь не бойся его обращаюсь к ней околицы нам он ничего не сделать не сможет та выразительность смотрит на меня я читаю сомнение в ее глазах и протягивая ладонь а если берет ее затем коротко кивает мы делаем шаг в ту же сторону куда ушел пионер я сплю и я же снизак сокол мы сейчас читаем а вот я сплю на нездоровом сном ставшего пионера получившим нормированную суточную дозу водных процедур линеек вожатых и красивых пионерок мой сон тревожен и как бы продолжает насыщенный день высасывая из меня все силы где я когда я честно говоря впервые за все циклы что всплывая в моей памяти разбужены грубым грубым вмешательством мастера я испытываю отвращение к совенку его обитателям я сижу на поляне где я уже не раз собирался со счастливыми пионерами где наблюдаю расшалившую себе на беду уньяну и стоящую насарицу где встречал пионера и странную девушку с кошачьими ушками я смотрю на разведенный костер и пытается садиться днем отчества пытаясь потому что блики от прястки и памятников рисуют странные тени и эти тени окружают меня они ведут странный спор далеко далеко отсюда а может быть на расстоянии толщины тени на той же самой поляне а может быть на другой забрала собралась странная компания расположились кругом она вместе сняться около костра одно место кажется свободным но каждый из собравших знает что она занята ну и черт с ним я напрягаю взор и тени становятся четче это все кто были из циклов и есть одна пионерка может не пионерка которая была из мод саманта кто знает кто догадался напротив пустого места стоит тот тот называет себя мастером доктор ан ангеликус этого странного заседания адвокату сделал адвокат дьявола отсутствует мы все знают что он с ними он всегда с ним всегда с ними с семёном и с семянком раз потому что так должно быть как уже будет сказано что с ним буквально кто-то из них кажется напряженным кто-то наоборот здесь расслабленным что-то витает в воздухе что-то чего в нем раньше никто не ощущал вот теперь это чувство все мастер вновь пробегая взглядом по лице собравшими меня возникает ощущение что здесь их гораздо больше чем я способен видеть многое из них незнакомы других я вижу впервые третьих я не хотел видеть больше никогда и не и не и не один я здесь принадлеживаясь этого мнения длина волос девушка с опаской коситься на другую это мифу ту что сидит с линейной и чьи присутствие выдают лишь два блика отражения один из них блик ее хищные улыбки это лены второй но об этом лучше не думать мастер вздыхает и это сдох раздает эхом ветра кровных деревьев его сождества собравшиеся сейчас он начнет речь похоже больше не имеет смысла многие из вас уже догадались зачем мы собрались лагеря угасают многие из вас уже с лишней и шли своих миров другим это лишь предстоит но так или иначе в итоге басну все неизбежно ваши меры мой и всех тех кто сейчас здесь нет с нами конец строя не с горами едкий смешок разноться над поляной мастер гнают его но не все здесь обладают его выдержкой хочешь что-то сказать за первые глаза в лагинке длинные для колена светлыми волосами отражают веки прячущего пламени голубые глаза на ли цвета безмятежной летней бесконечности а сияющий холодно столкнули льда в правый раз пожалуй не что ты нам все очень интересно было бы тебя послушать ведь это ты был тем кто привыжил столько усилий чтобы спасти каждого из нас славя сможет на ядовитых накупения и служат дальнего севера рвется из ее глаз летняя ночь тепла а у коса жаркой но пионеры чувствуют холод мир в огне гнев в глазах длинных тут пламя пустых желание поглотило тишину души живы горят ты уже не а без суть но вопрос как спасти хотя бы одну принесли от ранее закрыл закатывать глаза мастер даже есть и заметил то жест проигнорирует и его некоторые заследи как он происходит мастер напоминает свой взор на девочек капюшона девочка кушаем то и за сметки вайт если вы догадались и сразу скажу на это валите так девочка капюшоне это чтобы слева от мастера это сова сова из мода саманта и 7 если кто-то читал мод саманта то знаете почему сова здесь находится мы продолжаем а кто-то возможно даже ловил некоторые закономерности мы знаем как лагерь газа гасит следующий несколько шащими ушками удобно расплатившись с самого костра впервые заклиниваются на сговор для это и оказалось больше интересовала веточка в ее когтисты в ладонях все собравшись сразу срепенуясь послушался нервный шепот лишь мне ноги сохраняли возле невозмутимость среди них вновь оказалась девочка капюшоне а нынешний два замена кивнула среди них оказалась та жутковатая штука одоленную напоминающий юля очертания которой я лишь теперь сумею разглядеть издалеке среди них был пионер что через речи на скал теперь как кажется что еще шире опасные злая извините за зевок почему вам не обращать внимание среди них был мастер о молча ожидая когда кто-то наконец задаст вопрос и это вопрос звучит с этим можно что-то сделать ником предваритель нет астросич да но и нервный шепот пробегает по поляне один из них если надо что-то различить ну же скажи это дело в том что мы заметили еще одну закономерность даже не одно я бы сказал мы обнаружить некоторые законы во-первых лагерь где началось гасание уже не спасти день максимум три по местному времени и темнота полностью углотит его во вторых во время гасания наблюдается некоторые процессы привычный ход вещей нарушается впрочем многие из вас уже были с детями этого полной бросается испытывая свет не собравшись взяли задерживаться на сотую долю секунды на длину волосой девушки маша так ее зовут вспоминаю я а между тем речь мастера музыка закрадывается длинная пауза кажется он собраться силами что продолжит говорить третье если мир в дел касание еще не наступило но вот к концу и погибать до срока это мир уже не восстановится вновь пауза в этот раз он она оправдана собравшись должны осмылить осмыслить что мастер-чистер сказал то мастер продолжает вы знаете что существование некоторых наших миров детерминировано нами а без нас их существование завершится это показывает то о чем мы говорили ранее поэтому существует способ убивать мир и очередная пауза очередное нервное ожидание ответа на изведенный вопрос вопрос звучит ты уверен я уже делал это мурашка пробега кому тело я уверен что это уже ощутил все собравшиеся почти четвертое если воспользоваться этих способов и предусмотреть свои условия если достойно совершить существование одного мира то отпущенный ему срок будет передан другому миру и вновь тишина мрачная недель не тина и нависит над поляной но мастер продолжает это как память чем меньше будет отвлекающий фактор тем больше умом будет удивлено внимания чему-то одному так и знала переливаю твои слова и холод ранее звучащий в гости тебе кажется тропическим ветерком я знаю к чему ты ведешь вас как спасти хотя бы одну и это одной душой должен почему-то казаться он я уже говорил почему да многие из вас мне не поверили тогда многие не верят и сейчас но цена и неверия может быть слишком высока и скажете понты что мы сейчас с вами здесь говорю она становится все выше время сейчас играет решающий роль и выявить его это то что должен стать нашей приоритетной целью поэтому я задам вопрос прямо вы поможете мне вы поможете мне убивать миры жестко опасно и страшно мы опять его сюда ну-ка это конечно странновато ладно и сегодня сегодня был предпочел чтобы в основе одного не нужно много побыть в одиночестве я ладно это уже читали да мы уже читали я просто попущу я почему бы это тоже было а вот но но слабская появилась вам пускай глаза она ласку косая ладошка его лица мой мимо мастер ты не смотришь что свежий накроет леденящий крови пропасти а внизу лишь шесть и туман для плитой ноги не сомнения по степо ползает от вас так и слабости могу стать кривими надежки он заметно только и узором искал и без нас и нарисована бредная окна это реальность хрупкая и условно изменение бы без дна чуть плохое предчувствие неожиданно просто могу таскать неожиданно я не правил просить тебя об этом но после того что было мол оба прочим наговорились только выпусти но вот я опять винила во всем тебя прости я не правил просить тебя об этом но если ты слышишь меня есть хоть чуть-чуть пожалуйста проснись нет больше мы клетки и бесплатных похлебок терпеть воин думал ли я когда-нибудь что свобода в ограничении нет это как перебороть себя и встать рано утром и ощутить дыхание вселенной отказываясь от временного ты обретаешь нескончаемое наслаждение надо только сначала перетерпеть боль зато взамен ты получаешь силу главное не присваивать ее себе она не твоя просто ощущаю ее внутри ты не будешь знать ни потерь ни поражение хватит работать на батарейках я подключаюсь без переборного питания ну конечно интересно послушать меня что-то пугать все это сумерки побывать его скачивать лес возле не не существует я несколько горсовенок пошла музыка как раз по той теме которые мы сейчас читаем сумерки кутану и бесчисленные сосны и дубы имея и маленькая закрыта его от всех глаз полянка центре которая танцевали пески и пламени костра они выхватывались тени призрачные черты молодого лица с очень старыми глазами на нем за старый глаз был направлен точно в центр памяти бываешь еще одна пара глаз ярко-желтых юном миловидном лице девочки с кошачьими ушками . их взор был направлен на мастера ой и в некоторых отчетах читался недовольца но когда уже я не знаю хочу с ним увидеться до пару минут назад ты все еще обижалась на него и что масс не ответил мастер пожал почему я не знаю повторю он это может пройти с минут на минуту а может не произойти никогда это будет означать что я ошибся и нам с тем конец ну почему-то не мешаешься другой вмешался в чем ты не можешь еще не время или фыркнула резко развернула задев хвостом на лицо мастера она она потопталась на месте а затем вновь уселась за его ног шоссе дела сидит на том же месте что и ты ой 0 мая выскочила как будто села на кактус и с недоверием глядя например например ту и и же самой траве вновь опустил чуть подаль а сейчас посел на пост небольшой ползы на этот раз мастер не ответил он напряжен глядывается пространство мимика не выдавала это напряжение ни единая морщина не образовалась на его лице и осталось глядь ничуть не изменился но я все равно ощутила это напряжение что происходит исполнилось просила она а теперь похоже нам пора заберем его к нам небольшие василия воли шум в ушах и его мысли вонзаясь острым ножом под реальности резким движение разрезать ее на две половины а это мы сейчас глазами масса сейчас смотрели мы еще попадем в том момент где она закончилась голова первая мы в этом моменте мы забираем семёна он делал шаг образовывавший зазор за ним находится другой лагерь другой мир девочка кошка немного ворвалась вперед ей это давалось проще для него хождение меж миров было чем-то привычным обыденным для нее границ миров как будто и вовсе не существовало до его слуха доносится возбуждено возгласы похоже юрий успел произвести впечатление собравшего из коста пионеров он ускоряется теперь он тоже на той поляне никто не обращает на него внимание все взгляды обращены на девочку кошку это играет ему на руку никто не заметит как он беззвучно подойдет с но как положит рукой на его плече скажет пора семён идем ой а вторая вне времени но мы остановимся здесь всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты а я могу сказать и на хорошего вам отдохнуть следующее видео вот через часов 8-9 точно сниму потому что я сейчас устав не хочу немножко отдохнуть и спасибо за просмотр пока